Я хочу сегодня поговорить о зле. Может быть, такая неприятная немножко тема, но я думаю, что необходимо об этом помышлять и иметь правильный взгляд на это. Да, интересно, что не было бы зла, если не было бы и добра. И когда Бог давал первую заповедь человеку, это чтобы они не съели с дерева познания добра и зла. В тот момент человек не знал, что такое добро, что такое зло. Он не имел представления, его фактически не существовало. Хотя, если мы так подумаем, что Бог является, можно так сказать, совершенством всего доброго. Бог. Он несовершенный. И он человеколюбивый, и все его атрибуты, они говорят о том, что он хороший Бог. Но вот это понятие зла, и Бог знает и добро, и зло. Но почему-то Бог-то от этого не страдает. Бог не становится от этого хуже или еще как-то. Оно его не меняет. Его познание зла. Но с человеком почему-то получилось по-другому. Познание зла, оно разрушило человека. Я хочу прочитать из послания Коринфянам с 10 главы. Давайте с первого стишка мы прочитаем. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея, в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы». Вот эта тема зла, она такая обширная, и невозможно осветить за каких-то там 20-30 минут. И я, в принципе, даже и не буду этого делать. Я так немножечко посмотрел в Писании, впоследствии, начиная от бытия, выписал некоторые места Священного Писания, которые говорят о зле. И мы немножечко порассуждаем, и я надеюсь, что это произведет в нас правильные мысли, чтобы мы имели правильное отношение к злу, чтобы оно нам не вредило. Вот здесь мы прочитали только что, что эти люди, которые вышли из рабства, Бог их взял в удел, Он дал им великие обетования, Он был с ними, Он был рядом, Он поддерживал, Он других людей отдал, предал на смерть, чтобы им сделать благо. И вот здесь написано, что они были похотливы на злое. И в чем же их похоть на злое проявилась? Что они делали? Они были недовольны. Недовольство само по себе, это является злом или нет? Ну, бывает, мы говорим так, не с той ноги встал человек. Встал и немножко недоволен. Дети там не вовремя разбудили. Я так спал, так хорошо было, приятно. А тут они там где-то музыку включили, начали там ложками хлопать. И ты пришел, так брови насупил. Уже какое-то недовольство. Является ли это злом? Ну, не знаю. Это кто как посмотрит. Кто-то считает, что это нормально, если взять даже нашего президента, что ему ставят постоянно в укор такой. То, что всякую атаку на него он отвечает. Оно вроде бы как... Ну, мы же смотрим как христиане. Христос сказал, если кто ударил в правую, подставь в левую. Но с другой стороны, мы читаем, когда Павла хотели бить, он сказал, Бог будет бить тебя. Стена подбеленная. Ты стоишь, чтобы судить закон, а сам против закона говорит, чтобы меня били. Христос сказал, я много добрых дел сделал. За какое из них вы хотите меня бить? То есть, это не совсем все так просто, что христиане должны так вот. Раз и все. Есть местописания, которые говорят, что мы должны противоставать злому. Мы не должны с этим мириться. Ну, в общем, а здесь написано, что они были похотливы на злое. И если честно, я как такового зла, такого в такой форме его совершенной, я не заметил, чтобы они именно этого хотели или ждали. Ну, они хотели чеснока. Ну, что тут плохого? Чеснока хотеть. Ну, что тут плохого? Вроде же ничего плохого, да? Ну, они несколько дней там не попили воды, и дети ваши, представьте, если ваши дети не пили несколько дней воды, не ели, может быть, не было. Какие у вас будут чувства переполнять? Они проявили недовольство, ропот. Вот, зачем ты нас сюда вывел? Нам нечего пить. Вроде бы, ну, в чем же здесь зло? Твои дети умирают от, может быть, от жажды. И вроде же Бог как тебя туда выбил? Ну, вроде как, такие логические размышления побуждали их тому, чтобы они были недовольны. Я не заметил того, чтобы там было какое-то зло. Но на самом деле, Писание не обманывает. Они были похотливы на зло. Просто зло бывает так себя завуалирует, что мы, может быть, подчас и не замечаем, как мы его впускаем в нашу жизнь. И оно начинает, зло будет разрушать. Зло будет вытеснять свет. Я так, именно словарь не открывал, но на интернете поковырялся немножечко. И как такового понятия злу, ну, нету. Ну, насилие там, ну, такого какого-то ясного, нету такого четкого ясного понятия. В основном, всегда говорится про зло, это как противоположное добру. Как бы ссылки больше на это. Если это... И Христос сказал тоже интересную мысль. «Если вы не со мною, то вы против меня». Ну, как-то... Ну, не знаю. Ну, вот если вы, там, скажем, меня не поддерживаете, это что, значит, что вы против меня? Это что, вы же со мной не все делаете, да? Мы так своей жизнью живем там. Так что вы против меня? Ну, вроде же нет, да? Я не думаю, что я к кому-то настроен именно против. Ну, я не сказал бы, что я со многими людьми и за, как бы, да? Они своей жизнью живут, я своей жизнью живу. Но Христос имел что-то определенное в виду. Это говорилось об... Именно мы не можем иметь нейтрального положения ко злу. Что если ты, вроде как, не за добро, то ты можешь быть и не за зло. Ты где-то так потерялся в серой полосе, и ты и не плохой, и не хороший, и вроде как все нормально. Какие к тебе могут быть претензии, да? Но на самом деле, такого места нет. Нужно занять четкое, принять четкое и твердое решение. Или же мы ходим во свете, или же мы ходим во тьме. Любое что-то промежуточное, оно не может долго продолжаться. Оно обязательно приведет или в полную тьму, или в полный свет. Обязательно. Бог в какой-то момент, Он подведет итоги, и если мы не находились во свете, если мы не ходили во свете, то из этого исходит печальный вывод. Не хотелось бы, чтобы кто-то из нас оказался в такой ситуации. Я хотел бы просто, как бы сейчас, прочитать некоторые проявления зла, которые мы читаем на страницах Священного Писания. 43-я глава Бытие. Такая история, Иосиф уже стал вторым по фараону, да, и вот братья пошли за хлебом. Первый раз они пошли, он там сделал то, что он посчитал нужным с ними сделать, у него был свой план действий. Они ему рассказали, что у них еще есть отец, сын. Ну, что тут такого? Тебя как раз спрашивают. Ну, что я буду... Вроде как... Как я мог знать, что что-то с этим... Вот они говорили, у нас есть брат Вениамин. И как бы кому из них пришла такая идея, что это может оказаться проблемой для них. Ну, никак. Ну, невозможно это предусмотреть. И вот 43-я глава 6-го стишка, здесь написано так. Израиль сказал, Иаков, да, для чего вы сделали мне такое зло, сказав тому человеку, что у вас еще есть брат. Он увидел в этом зло. Он посчитал, что то, что они сделали, они сделали зло. Было ли это злом? Я не думаю, что это было зло. Ну, они рассказали, что он спрашивал. А если бы они не сказали, а он узнал бы, то он бы сказал, так, а вы действительно шпионы? Он же так им говорил. Они вроде все ему правильно отвечали. Ну, вроде как бы и не было зла, да? Бытие 38-я глава с 10-го стишка. Здесь написана такая история, когда сын Иуды погиб. Седьмого стишка. Ир, первенец Иудин, был неугоден пред отчами Господа, и он умертвил его. Наверняка там было связано со злом в его сердце, да? Он его умертвил, и сказал Иуда Анану, войди к жене брата твоего, женись на ней, восстанови семя брату своему. Такое было, ну, культура такая. Он должен был продолжить род брата своего. Вот первый сын, который бы родился у него, он бы носил имя его брата. Он бы продолжал род с его брата. Но вот Анан, он не захотел этого. Вот Писание молчит, оно не говорит, почему он этого не захотел. Не знаю, эти моменты, они как бы не освящены. Но здесь написано так, зло было пред отчами Господа, то, что он сделал, и он умертвил его. Ну, вроде как зла, как такового же нету, но просто он не захотел, чтобы его сын носил имя другого. Ну, все-таки же его же сын. Он не захотел поделиться. Я не знаю, хотя он бы все равно был бы его сыном. Я не думаю, что это бы что-то поменяло в отношениях между сыном и отцом. Он просто бы восстанавливал семя, чистилась бы и фамилия, и наследство его, как равного, наверное, с отцом. Получается так. Он этого не захотел, и это было зло. Это было зло. Исход. 21 глава, 17 стих. Кто злословит отца своего или мать свою, того должно предать смерти. Ну, злословие. То есть, говорить какие-то злые слова против матери, против отца. Здесь написано, что он должен был предан смерти. 22 глава, тоже исход, 28 стих. Я как бы так по порядку и иду. Судей не злословь, и начальника в народе твоем не поноси. То есть, зло проявляется в словах. Когда мы говорим какие-то слова, ну, по идее, даже бывает такое, что мы говорим, может быть, и правду о человеке. Но может ли это быть злословием, если это сказано не вовремя? Написано так же, чтобы мы не открывали ноготы, да? Ну, не имеется в виду, что кто-то подходит там и юбку поддергивает. Имеется в виду, что человек открывает, может быть, недостатки другого человека, да? На показ. Что в этом хорошего? Что ты хотел этим добиться? Ты хотел просто человека этого опустить в грязь, чтобы о нем плохо говорили, или чтобы о нем плохо думали. Не является ли это тоже какой-то формой зла? Я думаю, что самый основной показатель, как мы можем определить, есть ли это зло или добро, это отношение этого поступка к добру. Является, есть ли в этом доброе что-то. К примеру, смотрите. Ну, вот, Джеремайя. Ну, вот если папа решил тебя наказать, ты что-то сделал, и папа решил тебя смирять. Ну, по-разному делают. Кто-то там начинает игрушки самые любимые забирать, кто-то, может быть, там по-разному ставят в угол, на колени, там на соль ставят. Хотя я понимаю так, что на коленях нужно только перед Богом вставать. Это не должно быть наказанием для человека. Ну, папа решил тебя там похлопать, да, сзади, так, чтобы ты почувствовал хорошенечко, да? Это хорошо или плохо? Я думаю, для него это плохо. Они, бывает, плачут, там, ну, или мы морально даже на них давим. И я, смотрите, мы же воспитываем их по своему произволу. У него же своя воля есть, он же сам хочет. Как это, папа, ты не разрешаешь мне это делать? Я хочу это делать. Я могу это делать, да? И, может быть, даже мы, бывает, не разрешаем им делать то, что, ну, как, даже нету в этом зла. Просто, ну, там, взять спички пожечь нам. Ну, что такое? Ну, он же вроде как уже умеет, да? Мы не разрешаем. Потому что скроется опасность. Мы со своей стороны. Мы, бывает, может быть, даже превышаем наши полномочия. Может быть, перегибаем палку, и мы навязываем нашу волю на человека, который имеет свою волю. Но если бы кто-то попытался на тебя это сделать, никому бы это не понравилось. То есть, мы смотрим на это, и оно может показаться, что это, ну, не добро это, да? Ну, как это так? Но оно ведет к добру. Вы понимаете? То есть, оно, нужно быть внимательным, когда мы думаем о чем-то. И поэтому Писание говорит, Павел, все мне позволительно. То есть, мы уже находимся под благодатью, все. И тем более в Америке. Кто мне здесь, перед кем мне отчитываться в Америке? Мне не понравилось тебе, ну, это же твоя проблема. Я делаю то, что я хочу. И оно уже так вошло. И мы смотрим на несколько десятилетий назад на наших братьев, сестер в России, да, когда это было. Мы смотрим и думаем, что они такие, ну, не образованные. Ну, не знали они там, себя томили чем-то там, не одевали там украшения. Это же красиво, хорошо там, прическу красивую сделать, красиво одеться, настроение себе другим поднять, да? А они там что-то там, себя смиряли какими-то такими непонятиями. Ну, что плохого, если человек, скажем, там, ну, немножечко вина употребил? Апостол Павел говорит употреблять. А они себя томили, они себя обделяли вкусной едой, там телевизор не смотрят. И они такие, ну, невежды просто. Ну, бывает, мы так смотрим, и мы думаем, а мы уже все познали. У нас знание теперь есть. Мы разобрались. И то, что они себя смиряли, они просто себя ограничивали ненужными какими-то ограничениями. Они свою жизнь, и, может быть, подчас некоторые и страдали тогда, когда не нужно было страдать. И были такие случаи. Человек просто принимал на себя страдания, которые не нужно было. Можно было от этого избавиться. Ну, а человек посчитал, что и даже такое есть у людей желание, чтобы пришли гонения, да, там, чтобы такое что-то произошло, чтобы нам воззвать Господу, чтобы это как-то нас толкнуло. И мы смотрим на это, как на что-то, может быть, хорошее. Ну, может быть, нет в этом хорошего, как так сказать. И оно вроде бы даже, или наоборот даже оно может быть. А может быть, мы сейчас заблуждаемся, может быть, это было хорошо. И вот здесь вот эта грань между злом и добром, она, бывает, прыгает. Когда-то это хорошо, одно и то же самое дело, а когда-то это плохо. И Писание четко, Павел говорит, что для кого-то это грех. Грех конкретно, не по вере. Твоя вера тебя осуждает. Ты считаешь, что это грех? Не делай этого. А кто-то другой ест эту свинину и облизывается. Ему вкусно, ему приятно. Он удовольствие себе получает. И он благодарит Бога. Так что в этом плохого? Но если твоя вера не позволяет тебе одеть эти сережки, что-то сделать такое, что ты считаешь, что это противоречит твоему мировоззрению, не навязывай это на себя. Это зло, которое ты впускаешь в свою жизнь. Это неверность. И оно обязательно, обязательно оно произведет разрушительное действие. Мы подчас можем себя как-то неразумно поступать, необдуманно. Писание нам дает очень много такого наставлений, знаний, что если бы мы были внимательны только, мы бы это услышали. Премудрость, она доступная, знания недоступные. Нужно лишь только заинтересоваться, поставить это целью. И мы будем тогда поступать правильно. Божья цель, она для того, чтобы мы стали подобны Ему. Чтобы это зло, оно не разрушало нас. Чтобы зло не вредило нам. Чтобы зло не имело к нам отношения. Но вот эта черта, она настолько размывчима, что если мы начнем ставить какие-то такие... Что мне, кстати, и понравилось в вашей церкви. Вот в отношении устава. Как я... У меня сложилось впечатление. Очень мало каких-то определенных таких запретов, можно что ли, сам сказать. Ну, в некоторых церквях там есть больше. Я считаю, что это правильно. Я считаю, что это по-библейски. Потому что некоторые вещи, они размывчивы. Ну, к примеру, ну, если я что-то не так скажу, меня братья поправят. Я говорю это просто как свое мнение. Ну, раньше считалось, что женщине нельзя было штаны одевать. Ну, так считалось. Мужская одежда, она позор для женщины, да? Ну, так дело в том, что сейчас-то штаны уже женские есть. И если эта одежда, которую ты одеваешь, она подчеркивает твою богобоязненность, да? Твое уважение к Богу, да? Стыдливость в одежде. Ну, не знаю, раньше мужчины в платьях ходили. То есть этот вопрос, он... Почему Христос никогда, нигде, ни разу об этом не сказал? Не было. Потому что эти вопросы, они меняются со временем. Вопрос музыки. Раньше музыка, которую мы слушаем, неверующие так даже не отжигали. Оно было как-то неприемлемо даже. А сейчас оно вошло. Это что, грех вошел в нашу церковь? Мы что, допустили зло в нашу церковь? Я не думаю. Может быть, где-то и есть что-то, я не знаю. Я не беру роль судьи в этом вопросе. Но я считаю, что этот вопрос, он со временем меняется. Я не знаю, если в этом есть какое-то зло. И если где-то мелодия похожа на какую-то мирскую песню. Так сколько этих песен, мы их всех не переслушаем. И где-то кто-то что-то подобное сделал. Ну, нотят те же самые. Как-то трудно уже что-то новое придумать, да? Ну, уже это как-то сложно. Я не знаю, если в этом есть зло. Я не знаю точно, но я думаю, что оно не все так просто, как мы, может быть, хотим. И бывает такое, что то, что нам сейчас кажется злом, оно нам приносит благословение. Как наказание детей. Написано, что не жалей розги для сына твоего. Наставь сына твоего в начале пути, и он не уклонится. Это ему послужит добром. Исход, 32 глава, 27 стих. Тут был такой случай, если я не ошибаюсь, это когда израильтянин ввел женщину из другого народа. 27 стих. Нет, это, наверное, после того, как они это, они согрешили. Они согрешили. И сказал, и стал Моисей в воротах стана, когда они тельца сделали, и сказал, кто Господень, иди ко мне. И собрались к нему все сыны Левины. И он сказал им, Так говорит Господь, Бог Израилев. Возложи каждый свой меч на бедро свое. Пройдите по стану от ворот до ворот и обратно. И убивайте каждый брата своего, и каждый друга своего, и каждый ближнего своего. И сделали они так. Это же зло. Это насилие, убийство, все. Но это была воля Божия. Богу надо было этих людей наказать. К сожалению, это высшая мера наказания, после которой у человека нет возможности поправить, может быть, покаяться или еще что-то. То, что они совершили, уже это перешло все границы, и Бог произвел это действие над ними. Я хотел бы немножечко теперь перейти как бы в Новый Завет. Я частично перешел. Может быть, не совсем так все оно последственно, но уже как есть. Посмотрите, первое послание Петра, пятая глава с девятого стиха. Нет, прочитаем четвертая глава, извиняюсь. Четвертая глава, первый стих. «И так, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить». Мы все понимаем, что одна форма зла, или, может быть, даже высшая форма зла, это грех. Это грех, потому что грех, по крайней мере, в жизни человека, это самое высшее зло, которое может человек когда-то пережить. Хотя, мы, может быть, не согласимся, где-то маленький какой-то грешок, ну, он как-то вроде, ну, вроде же никому там зла не сделал людям, а себе-то ты причинил грех, и этот грех, он разделил тебя от Бога. Это же зло. Он разделил тебя от Бога, и ты не имеешь теперь возможности быть в Его присутствии, наследовать то, что Он для тебя приготовил. Грех является самой великой силой зла, который мы переживаем на этой земле. Хотелось бы, чтобы мы это поняли во всей этой полноте, чтобы мы видели Его, как Он есть. Потому что по час дьявол принимает вид ангела света, и он завлекает нас, когда мы не бодрствуем, когда мы не смотрим на этот мир глазами Бога, когда, может быть, мы себя не просещаем, и он захватывает этот грех, он берет в свой удел и разделяет, отделяет нас от Бога, и мы начинаем находиться вне Бога. Это самое большое зло, с которым мы когда-то столкнемся. И здесь апостол Петр говорит, «Итак, как Христос пострадал за вас плотью, то и вы вооружитесь тою мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное воплотив время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. Ибо довольна, что вы прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь, и он перечисляет различным проявлениям греха. Друзья, нам нужно видеть грех именно вот так. Нам нужно вооружиться этой мыслью. Здесь так и написано, что вооружитесь той же мыслью. Мы должны понимать. It is good for us, когда мы страдаем плотью. Страдание плотью, ну, конечно, это болезнь, может быть, какая-то. Ну, что же хорошего? Вот у меня болит спина сейчас, как-то плохо себя чувствую. Оно приносит какой-то дискомфорт. И, кстати, не всегда страдание плотью приводит человека к тому, что он перестает грешить. Сколько людей больных, и они не перестают грешить. И Бог обличал народ израильский и говорил, вам не почем вас бить уже. Вы уже изранены от темени головы до поношвы ног. И у нас, кстати, тоже бывает такое. Мы сталкиваемся с детьми. Объясняешь, объясняешь, объясняешь. Ну, не доходит. Как-то я смотрю вот на этот процесс, на мои отношения с детьми. Я хотя бы, вот я делаю там, томлю их, да, там. Я говорю им это, но в это время в душе я осознаю и понимаю, что что-то подобное я делаю с Богом. Что-то подобное где-то я недопонимаю. И происходят подобные моменты. Ну, я выполняю свою работу. Оно как бы не должно нас останавливать. Это не то, что мы лицемеры. Хотя, конечно, если мы делаем то же самое, что и они делают, и наказываем их, ну, это неразумно. Оно не даст никакой пользы, абсолютно. Мы должны примером показывать. Мы, может, требуем от детей, бывает, чтобы там порядок, а сами, если этого не делаем, ну, как-то оно не принесет пользы. Но бывает такое, что человек страдает, а нету пользы, потому что не произошла нужная реакция. Бог не просто допускает это все, чтобы, ну, хотя некоторые вещи, они как бы, ну, такое положение вещей. И мы с этим не можем не согласиться. Некоторые пытаются там. Ну, вопрос старения, скажем. Это Богом определенно. Там пластические операции делают, натягивают, подтягивают, подшивают, урезают, вшивают, чтобы как-то... Интересно, вот волосы ровные, надо закудрявить. Волосы прямые, ну, надо сделать их кудрявыми. Что-то как-то человека почему-то где-то, что-то как-то не устраивает, и, ну, такая натура человека. Вот о вопросе старости, многие люди, они не с честью стареют. Я хотел бы, чтобы мы вооружились этой мыслью и понимали, что это Богом определенно. Некоторые вещи, они... И старость, по идее, это же тоже своя форма болезни. Когда организм уже, ну, как сказать, выработался. Ну, что ты сделаешь? Ну, что-то там, конечно, можно делать, какие-то упражнения или еще что-то, чтобы как-то лучше было, да? Ну, в общем, этот процесс безвозвратный. Возвращаемся мы в землю. Бог так определил. И в этом тоже, может быть, есть зло. Да? Тоже зло. Ну, почему так? Ну, это зло было self-inflicted, да? Мы сами, человек себя на это навлек. Не было это так, как бы, в божественном желании, да? Еще одна форма зла. Смерть. Твой близкий умирает. Может быть, сын, которого ты сильно любил. Дочь, может быть. Может быть, мать. Может быть, брат. Умирает. Это же зло. Это печаль. Оно приносит страдания. Обязательно. Но это зло для тебя. А если этот человек пошел туда, где нет страданий, где свет, он перешел из смерти в жизнь на самом деле. И мы тоже это должны понимать. И поэтому Писание и говорит, чтобы мы не чрезмерно страдали от этой печали. Потому что печаль плотская, все, что связано с плотью, печаль эта, она обязательно произведет смерть. И это зло. Сгорел твой дом. Ну, дом сгорел, естественно, это это не какое-то там, ну, добро, можно так сказать. Но, может быть, это к добру приведет. А то, что он сгорел, ну, дело в том, что мы все равно отсюда ничего не возьмем. Нам нужно это понимать, осознавать. И всегда, когда Бог производит какие-то испытания, может быть, страдания, которые Бог посылает, мы должны это все учитывать, чтобы наша реакция была правильной, как в прошлое воскресенье была проповедь. Я здесь не был, но я прослушал. Слава Богу за YouTube. Но это зло, если им неправильно пользоваться. Смотрите, в каком мире мы живем, где так оно все сложно, может быть. Поэтому Писание и говорит, что мы должны бодрствовать, мы не должны расслабляться. Иначе это зло, оно вытеснит доброе. Обязательно. Оно, может быть, не произойдет сразу, но оно будет вытеснять. Сегодня мой призыв, друзья, чтобы мы, как в послании Петра, в пятой главе, девятым стишком, с восьмого стишка написано, трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Это происходит, мы, может быть, не видим этого. Но каждый раз, когда приходит в твою жизнь какая-то похоть или грех начинает заходить в твою жизнь, это то же самое, что если бы ты встретился со львом. Оно, может быть, кажется, ну, что тут плохого, ну, как, ну, ну, я сделаю. У меня было такое в жизни много раз, когда я боролся с каким-то грехом, но в какой-то момент приходила усталость уже, и по своей глупости, по своему неразумению, я просто решал, я просто это сделаю, чтобы уже больше не бороться, ну, устал уже. Неразумение, непонимание того, что за этим стоит, чтобы мы такого не допускали в нашей жизни. Он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте Ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призывающий нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам по краковременном страдании вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь. Друзья, это произойдет. Оно, может быть, кажется нереально в какие-то моменты, но это произойдет в нашей жизни. Если этого не произойдет, мы не сможем быть где Он. Мы не сможем туда войти. Это обязательно должно произойти в нашей жизни. Вопрос заключается в том, что мы делаем для того, чтобы это произошло. И то, что я читал в послании Коринфянам, в 10 главе, эти люди, они были похотливы на зло. Хотя, как такового зла там вроде и не было. Давайте мы будем обращать внимание, чего мы хотим, что влечет нас. Как мы смотрим на это все. Насколько мы себя образовываем, насколько мы себя пропитываем знанием Бога. от этого зависит, как правильно мы будем реагировать в той или иной ситуации. Давайте мы помолимся. Аминь.